Библейский портал экзегет.ру представляет 28 глава Евангелия от Матфея, я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. История воскресения. И мы с вами обращаем внимание, о чем сказано, о чем не сказано и как сказано. Но кто же из христиан не знает историю воскресения? И так долго и подробно было рассказано об аресте, судебном процессе в кавычках, он, конечно, был имитацией процесса, казни Иисуса, а воскресение так кратко. Подумаем, почему, но для этого нам надо прочитать. Прошла суббота, соответственно, день покоя, когда ничего не происходит, и на рассвете первого дня, то есть воскресенье, нашего дня, неделя под названием воскресенье, тогда его еще никто так не называл по понятной причине. И на рассвете первого дня Мария Магдалина и другая Мария, вот из тех женщин, которые в 27 главе сидели рядом с распятием и с ужасом наблюдали, пошли проведать гробницу. «Земля сильно затряслась, это ангел Господний сошел с неба ко гробнице, отвалил камень и сел на него, а гробница – это пещера, к которой привален большой камень, чтобы звери не залезали туда. Облик его был подобен молнии, а одежда была бела, как снег. От страха пред ним стражники задрожали, словно бы омертвели». Там же книжники и фарисеи поставили стражу, да, и первосвященники. Так вот, эта стража задрожала. А женщинам ангел сказал, «А вы не страшитесь, знаю, что ищете Иисуса, которого распяли. Здесь его нет, он воскрес, как сам и говорил. Вот и место, где он лежал, смотрите. Скорее ступайте и скажите его ученикам, что он воскрес, и прежде вас окажется в Галилее. Там увидите его, как я вам сказал». Вот весь табыт воскресения, больше ничего и не добавишь. Но интересно, что Матфей рассказывает о явлении ангела, вот такое бесспорное объявление. В то же время он же предложил у нас и в прошлой главе альтернативное объяснение, которое первосвященники и фарисеи предложат. Ну и в этой главе тоже будет сказано. «А ты выбирай сам, как ты к этому относишься». Они сразу же оставили гробницу и в страхе и великой радости побежали с этой вести к его ученикам. А навстречу им вышел Иисус с приветствием. «Радуйтесь». Они подошли к нему по оленицу и обняли его ноги. «Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, ступайте и передайте моим братьям, чтобы отправились в Галилею. Там они меня и увидят». Вот еще он называет учеников братьями. «И пока они еще были в пути, некоторые из стражников отправились в город и рассказали первосвященникам обо всем, что случилось. Те посоветовались со старейшинами, взяли немало денег и дали воинам со словами. Скажите, что это его ученики пришли ночью и украли его тело, а мы спали. А если это станет известно наместнику, мы с ним договоримся и избавим вас от неприятностей». Вот альтернативное объяснение. Верьте, кому ходите. Матфей очень честно рассказывает две версии. «Воины взяли деньги и сделали так, как те их подучили, и этот рассказ широко распространен среди иудеев вплоть до сего дня». А что же дальше? А вот дальше Матфей почти ничего не говорит. «Одиннадцать учеников отправились в Галилею на ту самую гору, куда направил их Иисус. Там они его увидели и парили преднемниц, хотя некоторые засомневались. Иисус подошел к ним и заговорил. «Мне дана полная власть на небе и на земле. Ступайте, наставляйте все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Научите их соблюдать все, что я повелел вам, а я буду с вами во все дни до скончания века». Как? Мне бы хотелось понять очень много подробностей про воскресение. Матфей ничего об этом не говорит. Он лишь сообщает, что вот есть два объяснения, и он, единственный, кстати, из евангелистов, дает ученикам поручение. А делать-то что? Вот как произошло воскресение, какова природа воскресшего тела, где Иисус находится дальше, какие там он творит чудеса. Есть евангелисты, которые об этом довольно подробно рассказывают. А здесь он говорит лишь одно – научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Впервые эти трое упоминаются вместе как некое единое понятие, троическое богословие отсюда рождается. Но христианам не очень важно любопытствовать, им важно действовать. А действовать как? Учить и крестить. Но обратим внимание, что наставляйте и учите все-таки сказано раньше, чем крестите, да? Просто чисто механическое крещение, такое формальное воцерковление стран, народов, культур, явлений – это абсолютно бессмысленное занятие. А христианство – это, прежде всего, некоторое учение. Это способ видеть себя, видеть мир, видеть Бога и действовать соответственно этому видению. Мы завершили наше чтение Евангелия от Матфея, но, конечно, какой-то можно сделать подводящий итог пассаж. Мне просто кажется, что Евангелие от Матфея, оно, конечно, в наивысшей степени сосредоточено из всех Евангелий на пророчествах Ветхого Завета. И еще его отбор материала, он очень много обращает внимания на то, что делать общине в отсутствие Иисуса, когда его нет здесь рядом с нами в связаемом виде. И вот этот финал как раз тоже об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!